Ты попадешь, да никуда ты не попадешь, не надейся даже. А, вот и шумится. Это Гоша, ребят, это Гоша, вы узнали его? Он сошел с ума. Едем в теплую страну на 2-3 недели. Кто хочет, подписывайтесь, пишите в личку, будут думать. Спасибо, дружище, спасибо. 60 фунтов, 60. Чертов Лондон, я уже терпеть его не могу, это Лондон. А что мне так не выходит? Я не знаю. И вот он мой домик, где мне предоставили комнатушку. Такие у них небольшие дома. Такая комнатушка у меня. Веселая, вот такая у меня комнатушечка, малинка. Нам нечего, места хватает. Кушают всякие вкусности. Какие-то печеньки шоколадные. Я вот сейчас поем мюсс и пойду на регистрацию. Даже не скажешь, что ты идешь где-то в Лондоне. Не знаю, где я живу, в каком районе. Может быть, это Купчина, иранская. Но здесь реально как-то даже немного стрёмно. Из Белобрызгах я видел пока только себя. Последние тысячи людей. Но может быть, еще пару рыжих. Так что вот такая вот история. Маленькие такие домишки. Уютные. Плотненько наставленные. Прикольно. И, ребятки, у нас второй я и герой на блоге в моем. Николай, приятно познакомиться. Добровство с Борем пополам. Ага, сейчас до Инстериуса едем. Как ты, чем ты занимаешься в Лондоне? Менеджер строительных проектов. Ничего себе, круто. Ты ничего, что делаешь? На данный момент без работы. Понятно. Два месяца уже как. А здесь без работы платят бабло? Можно такую тему, конечно. Но я такой не занимаюсь. Не заморачиваешься. Давно ты в Лондоне? Вообще в Англии уже лет пять. В Лондоне год. А где Вангель? До этого где-то жил? В районе, я под Лондоном. У них учился там. А где там учился? В районе. На менеджер проектов строительных. Я вообще, это крутая профессия. Не очень, потому что два месяца без работы. Как тут просто сработало в Лондоне? Нормально? Нет. Нет. Нет вообще хохол. У меня сейчас там будут в комментариях обвывать. Это вообще хохол. Да ладно, куда он будет вбывать. У меня хорошая публика. Хорошие подписчики, добрые. И Артурчиком вчера общались. Он, я не помню, что он мне сказал. Он кофе делает. И он мне сказал, сколько он получает. Я подумал, что стоит переехать в Лондон. Чем тренером доработать. У вас тут нормальный зарплат. Сколько средний зарплат? Нет, ну слушай. Это же прожиточный уровень, собственно. А, вообще дорого. Вчера вышли на такси. Он мне говорит, 60 фунтов. Я думаю, блин, у меня денег-то два раза на такси свиньет. И все, я больше. Еще хорошего еще расскажешь. Что в Лондоне интересного? Да, весело. Поначалу весело, потом привыкаешь и становится обычный будень день. Будень необычный. В Лондоне, Лондон. Тут столько людей вообще такие. Они все разные какие-то. Какие прям космические. Поют, ходят еще. Думаешь, блин. Куда я попал? Я работал в этом. В стихушке вот. Что-то подобное там тоже было. А сколько произносит это не метро на месяц? Сколько на месяц? Сколько ты плачешь? 180, где-то. 180 фунтов? Да. За месяц? За месяц. То есть я сколько хочешь? На... Блин, ни хрена сейчас столько бабок. Умножаемся на 75 и получаем или на 70. Получаем в районе 13-14 тысяч рублей. Так, вот мы приперлись на регистрацию. Понятно где. Ребятки все такие цивильные. Кроме меня. Блин, а что народ-то так до хрена? Он пау-пау-пау-деля. Стоит. Полчаса? Что делать тебе? Может пойдем? Пойдем, да. Финансовый центр. Финансовый центр. Что, вот он. А вот я. Зачем вы на меня посмотрите? Смотрите, он по сторонам. Меня вы в России можете посмотреть. Красиво. Все на меня ссорят, как будто я такой жаркий парень. В России-то дубак, а здесь-то вообще жара. Ходит голый ходит. Главное не заболеть. Какие-то люди. Вот это вот центр, пойдем, зайдем. Это какой-то нормальный центр, наверное, дорогущий. Нас вообще пустят туда, скажут. Нищеброды вон отсюда пошли. Вы откуда? Из России вон. Они на твои часы посмотрят и все поймут. Что? Модный парень приехал. Да? С шоками. Если бы это был какой-нибудь хублот. Мы зашли в супермаркет какой-то. Что это значит? Три пончика? Четыре евро? А что, разных нельзя взять? Ребят, я зашел, купил себе пончиков. Пончиков. Сейчас, что я буду с ними делать? Я сейчас буду жрать и реак... А? Сушка для птички. Ммм... Сушечка. А в самом деле, какой-то лимонный, невкусный. Мне не нравится. Мне нравится Маринина еда. Но можно пожрать углей, чтобы они загрузили. И чтобы я стал еще более жирным. И здоровый. Не очень, да? Бля, вот этот какой-то коверный. Выглядел так круто. На самом деле, да, у нас. Второй заходим и съешь? А? Второй заходим и съешь? Мы с регистрацией. И сюда пойдем, да. Еще один съем сейчас. Вот этот. Это получше, но я не люблю шоколадный. Я не знаю. Как я? Нормально стоит? Приедешь, короче, на регистрацию. Давай. Возьмите меня, у меня уже грим есть. Я уже гримом начал пользоваться. Где мы на регистрацию? Мы украли ручку и... У меня есть... А ты мой заберешь. Подарок. А что, тут написано что-нибудь? Миллениум? Миллениум отель. Короче, у меня есть свой переводчик. Он же помощник. И он же заполняет мои бумажки сейчас. Короче, тебе можно будет фотографии забрать за 70 пунктов. За 70 пунктов? 10-15 фотографий. Блин, вот цена-то вообще нормальная. 70 пунктов это сколько? За 5 ксарей, да? А где фотку можно забрать? Отстояли очередь. И вот тут у нас номерок. Не, ребят, регистрацию продолжать. Дядя Сережка, узный, пораньше приехал. И, короче, решился, сделал все быстрее. Ему не придется ждать в этой огромной-огромной-огромной-огромной-огромной очереди. Огромный-огромный-огромный-огромный. И банковский офис. Не знаю, видно их здесь или не видно. Машинки. Дорогущие такси. Вот эти. И вот, смотрите, новости у нас. В режиме онлайна. Вон, Украина, Россия. А что говорят, что в России? Что Украина говорит, что Россия танки свои перевезла. Ввела. Через границу. Короче, творится какая-то бредятель на Украине. Павют. Это же Питер. Культурное столице практически. Это метро здесь? Да. Это прям метро-метро. Такие двери, смотрите, откроются тут. Прозрачные. И вот он приехал. И народу там дохрена. Что, они будут выходить? Не будут? Надо зайти туда. О. Зашли. Ребят, смотрите, какая тут хрень интересная. Шибастое метро. Чтоб жопой никто не садился за него. А это, а это карта метро тут. Такая, да, простенькая? Нагримировался. Что-то, правда, кожа что-то нихрена не втягивается. Как была такая. Так, такое и осталось. Вот такая вот хрень. Наверное, что-то не только с загрузкой. Может, не надо было жрать вафли и мюсли. Хотя, вроде, всегда жрал и втягивался. И, ребятушки, вот я вышел и направился вот в арену. Лондон. Погода хорошая. Поеду, короче, выступать. Форма говно. Настроение огонь. Голова кружится. Ну, ничего страшного. Поедем. Посмотрим. Такие прикольные у них тут автобусы. Большие, двухэтажные. Красивые. Церковушка какая-то. В моем райончике. И вот я пришел. О-2. Индиго. Индиго-клуб какой-то, где будет проводиться наше шоу. Как я понял, это какая-то крупная площадка в стиле ледового дворца. А, наверное, в нашем заведении вместимость вроде бы до 2 тысяч. В принципе, не так много. Но и немало. Ребята рубят нормально бабок. Вот стоит от 50 до 100 английских рябчиков. Что, в принципе, очень даже неплохо. Надо по 7 тысяч отдавать на билет. Смотреть на парней в трусах. Наверное, дороговато. А может и нет. Но никто-то, если такси 60 ставит, то, наверное, в принципе, и не так дорого. Вот это арена О-2. И теперь я в поиске... В поиске этого клуба. Где, блин, вообще хер его знает. Особенно, когда ты ничего не соображаешь в английском. Ха-ха, как я. И, ребятки, ребятки, я пришел и увидел, тут мне провели, сказали, что здесь у нас есть русские девочки. Дэм, привет. Привет. Медооксадные крылья. А, да, это мои крылья. Крылышки ее победные по-любому. Пойду, посмотрю, что тут творится. Атлет, он... И вот она. Почти как, почти как в ЛДМе. Практически то же самое. Ребятки. Вообще же... Ну, наверное, чуть поцивильнее. Такой интим. Ни хрена, наверное, не видно вам. Но все равно... Я надеюсь, что... Хоть что-то стало понятно. Здесь, где народ. Здесь прохладненько, да-то. Ну, а здесь, походу, можно пожрать. И, ребятки, смотрите, я-то... Я еще, короче, парился по поводу фитнеса или масл моду. Что мне надо костюм. Вот, вот девочки костюм. У нас из России. Вот они тут наклеивают чего-то. А я такой распинкай взял и приехал. То есть, я трусы купил и приехал. Победишь, значит. Точнее, не купил, а дали даже трусы. Трусы дали. Даже трусы дали. Даже трусы не купил. Поедешь. Ну как, настроен? Первый турнир. Первый, да. В этой федерации первый. Это в другой брус. Да, настроен на покорение сердец публики. Да, Оксана? Да. Другая проходка. Задний все гулять надо, я не знаю, руки расставлять. Летать руками. Летать руками. Я вообще-то не умею еще пока. А вы смотрели вообще? Я вот видео особо ни хрена не нашел. Мы тоже особо не смотрели, на самом деле. Я даже правило-то там особо... Мы будем импровизировать. Потому что я что-то смотрел, смотрел какие-то видео. Видео вообще мало. И там непонятно, как что оценивается. Но в плане есть ли какие-то... Критерии. Ну вообще, да не, критерии-то понятно, что... Вставят, кого хотят. А именно вот в том, что будет ли, предварительное сравнение. Нет, это будет. И, ребятки, тут все самое интересное в разгаре, за кулисами. Что на сцене тут-то, на что там смотреть. Вот наши русские девочки. Мажутся. Мажутся маслом. Какая приятная картина. И я в реальном времени это все наблюдаю. И просто машутся? Просто мажутся. Просто мажутся. О, ну что? Тебя качают. Ты пьяна, что ли? Я пьяна вообще. Я не понимаю, что делать, что вообще от меня хотят. Что все от нее хотят. Крылья внизу. Но топить их надо. Может их вообще украли. И кто-то бегает с ними, с твоими крыльями. Оп, пробегай, пробегай. Кот. Угу. Топик, поотжималок. Так, а мы стоим тут и ждем. А что ждем-то? Парни вот дохло выступают. Дохляки выступают, а мы вот ждем. А мы ждем, когда дохляки выступят. Девочки разминаются тут огромные. Это вообще 35 плюс. Че? Да. В Тегории 35 плюс. Чем кому за 30? 35, как бы я, так сказать, делаю. Ну, слушай, для 35 она очень даже неплохая, скажем. Да. Они как бы так. Ну, да. Нам бы так были 35. А я сначала думал, блин, зачем мы такие сеточки-то решили выступить. А у них специальный ксегория. Ну, да, такие мамаши. Ничего. Наверное, ребята, вам не видно ничего. Здесь темно. Ну, вам-то вообще тяжело придется. Да, у нас 4 выхода. 4 выхода. 16 килограмм весит. 16 килограмм весит, то есть. А сколько весит мой плав? Грамм 15, 20. Нет. Пусти, пузырьки, кого-то это будет, где была? Артем, у вас бабочка, он там. Аксидент обороны. Не оборона. Трудно. Трудно же. Груза, трудно. Тебе надо и песня была тогда. Попросить заказать в биджей. Специально. Тут никто бы не понял, это русские. Что я бы поняла. А русские там сидят. Мне кричали, Серега, Серега. Русские сидят? Ну, да. Я просто... Ну, мне отписывались 2 или 3 девочки, что придут смотреть. Ты можешь 5 тысяч подписчиков, да, у тебя? Да. 5 тысяч подписчиков. Вау! Я хочу передать привет твоей маме! Ты думаешь, она смотрит мой говноблог? Я думаю, вряд ли. Ну, все равно, в любом случае, фитнесовые ребята должны снимать себя. Свои бредятели. Смотри, мы считаем себя фитнес-дивой, фитнес-диозгой, а ты кем сочетаешь. А я фитнес-модель. Масл-модель? Масл-модель. Масл-модель. Мы тоже моделями сочетаем. Ну, тогда мы вместе, модели. Все, да. Дивы. В российский объединились. Маслом-маслом сейчас обмаживаются, девочки. Ну, ладно. Сейчас тогда ждите следующее включение, когда уже выступим, наверх. И еще интересное будет сниму. Жоп какую-нибудь. Здесь вообще, я не знаю, ну-ка здесь. Ну, это как обычно. И два часа назад здесь была куча пончиков, куча шампанского и воды. Но мы все съемем. Но пришли русские, сожрали все. Да, и вы. Я пьяная уже. Смотрите, выходи скоро, а она уже в говно. Дорогие друзья, я в говно-блоге. Я звездаков на блоге. Я звездаков на блоге, я фитнес-теней его. Надо поесть вашего. У него сколько подписчиков? У тебя подписчики интересуют. 25. 25. О, всем. И всем привет. Мы находимся в Лондоне. И так радует, что я с ним наконец-то познакомилась. Я все слышала, слышала. Много слышала. Но я даже думаю, кто это такой вообще? Кто? А оказался парень-то неплохой. Нет. Нет. Очень помог нам, девочкам, растеряшкам. Что, ничего помог? Я никогда не тренал. Все сделал. Вы знаете, он мне даже сумма принес. Я все сделал. Он мне даже адаптер, адаптер, адаптер. Из-за меня они выиграли. Радаптер он мне даже стал. Соревнования. А я проиграл, сам проиграл. И Алене он тоже помог. Алене, скажи, пожалуйста, с чем нам помог вот этот прекрасный парень русский? Он помог нам абсолютно всем. Какой он хороший, да? Очень хороший. Он оттащил наши крылья. Наши сумки. Да? Затягивал лифчики. Алену мазала его. Молковые наши, да, на видео. О, вы увидите Алену, Аленину попку у него на канале. А что там... Давай мои сиськи застимим. Мои сиськи вы тоже увидите. Сиськи Оксаны Артемовой. Ты можешь им... А между путем наши и сиськи сделает тот же доктор. Доктор, кстати. Вот, стадия о докторе. Я сейчас тоже приду. Доктор там сделал сиськи. Как его зовут, Алена? Валерий Владимирович Павлов. Павлов. Мы их делали в два раза сиськи. Валерий Викторович. Он, я перепутала. Валерий Викторович Павлов. Мы не пили вроде бы. Нет. Просто уже на самом деле целый день мы тут. И голова вообще тоже. Первый раз я сделала неудачные сиськи. Я сделала... В самой дорогой клинике. Да. В институте красоты Санкт-Петербурга. А потом я увидела Алену и сказала, что нам надо делать сиськи. Давай покажем. Вот такая красота у нас получилась. Извините, пожалуйста. Ничего страшного. Все отлично. Все просто супер. Вот так. Мы в говноблоге. Показываем сиськи. Показываем сиськи. Мы открытые девочки. Мы ничего не стесняемся. Мы говорим правду. И только правду. Подписывайтесь на наш канал. На наш... Не, на его канал. На его канал подписывайтесь. И к нам тоже переходите немножко. Да, да, да. Мы будем звездами, дивами его канала. Вот нам надо как рецепты, конечно, снимать. И у нас есть рецепты с сиськами, да. Если хотите, вы пишите, пожалуйста, вот ему. Задавайте вопросы. А мы сними рецепты. Сними рецепты с сиськами. Самое главное. Что там? Что он готовит там? Пельмени? Нет. Мы готовим очень много. Пусть няшки из моей книги. Потому что я пишу книгу рецептов. А я выпускаю трусики красивые. За бикини. Я думаю, парнем интересно будет про трусики. Любите жениха найдем. Я найду какого-нибудь. У нее есть муж. У меня нет мужа, дорогие. 25 тысяч подписчиков. Дорогие 25 тысяч подписчиков. 27 лет. Одна. Одинокая. Замужем за тренажерами. С сиськами. С сиськами. Накачанная попа красеней. Хорошими. Прекрасной фигурой, да? Прекрасной фигурой. У меня скоро собака будет. Потрясающая улыбка. И собака еще. С свиданным. Надо брать. Надо брать. Надо брать. У меня вредная. Вредная? Вредная, приставучая и очень переплотная. Не надо брать. Все. Отказывай. Не надо. Не надо брать. То есть, или вредная? Да. Зачем она? В общем, он очень хорошо. Он новый. Моинский фигурой. Я опять работаю. Я его учу просто. Пусть учатся. А что, где-то нету? Пусть учатся. А как я буду постену? А давай щи. А, я понял. Надо вставить. Сейчас, дорогие, где научатся, я вам тянули. Спасибо. Видите? Он учатся. Я нашел работу свою нашел. Ребятки, приключение физика продолжается. Парни тут переодеваются в костюме, в костюмах. Вот. И тут фоткают. Наши девочки прекрасно. Еще тут девочки ходят. Оп, ребятки. Красиво, да? Смотри. Смотрите, сколько народу здесь. Надо пройти, уже всех не узнать в костюмах-то, да? А, черт, я не успел. Там интервью будет. Надеюсь, меня покажут по этому каналу. Вроде договорился. Блин, вот, когда не знаешь английский, так бы тоже что-нибудь. Снял бы. И все. А теперь приходится торчать. Тут уже 10 с хером часов. А хочется-то уже свалить. Отсюда нахрен. Не знаю, как там шоу. Но вроде смотрится круто, очень ярко, интересно. Сейчас там еще будут девочки уходить в вечерних платьях. И всевозможных вот таких крылышков. У Оксаны вообще огромные просто крылья. На 16 килограмм. Наверное, ей дадут самое первое место. Это 100%. А это вот вход в клуб. Как я понял. Ага. Не ожидали, Рош, чтобы ее здесь увидеть? А она вот здесь. Так что сейчас я вам сделаю обзорчик. Обзорчик на турнир. Как я выступил. Что там, как. Короче, картиночка пошла. Так, ну, собственно, и турнир. Народ до хрена. Человек-тирисы с чем-то. Половина мужиков. Может, даже больше. Все четкие. Ну, не все, но большая часть. Они такие жирные. Никакие. И что тут у нас еще? Две номинации фитнес. Вот Масл сейчас идет. Здесь маскулистые. Вот это любители ребятки, в которых я выступал. Моя рожь там светанется. Как-нибудь. Там же есть еще и про уровень. То есть, про атлеты. Вот. Ну и что сейчас? И... Сережа. Красавчик. Вот этот парень третий стал. Вообще молодец. А это, как и я, шестой. Короче, кто... Я в топ-5 не попал, а кто в топ-5 не попал, тот шестой. Вот, ребятки все стоят. И вот это практически финальное там... Вот этот... И вот выход. Выход на сцену. Под муточку. Муточку не повезло. Крутая. Как обычно, потерялся ноги. Забыл включать ноги жирные еще. Добавок. Но ничего. Полыбался, посмотрел. Наверное, не уверен. Но в следующий раз был очень крутой. Вот такая вот история. Вот такая вот была. Жирная форма. Еще сейчас посвятило видео. Видео очень хренового качества. Потому что только вот такой, ну что. Который старт не были. Все очень хорошие. Ну, так. В основном парни были нормальные. Но встречались, конечно, и такие вот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смешные ребята. Которым... Не знаю. Может и не стоило что-то выходить. Не тратиться. Если бы бочинский за участие. Вот. Это я там во втором сравнении. Ну, короче. Я понял уже потом не парился. Что первое сравнение попал. Что ты можешь выиграть. Не попал. И все. Я уже потом на сцену больше не уходил. А переоделся. Поглядывал все через экранчик. Вот. Вот такая вот история. Вот такая вот история. Не парится. Не парится. Растет. Растет. Растет очень серьезно. И вот кто выиграл. Такие здоровые сети. Очень просушенные. Проработаны. Ну, у меня проблем небольшой с ногами. Надо будет их доводить. Потом. И будет вообще огонь. Это бикинисточки. Их у бикинисточек. Там тоже у них много всяких выходов. Выходы в бикини. Потом они выходят в платьях вечерних. А потом они выходят еще в карновальных костюмах. Вот Оксана у нас выиграла. Первый месяц заняла. Вообще молодец. Еще бы там такие крылья были. Огненные. Вот. И она получила по идее прокарты. То есть она теперь в профессионалх. У них там три выхода такие. Ну, это, конечно, очень ярко смотрится. Очень круто. Парни потом фитнесовые выходят в пиджаках. Вот это любители выходят. Ну, это какая-то нарезка. Да, если бы я выступал в фитнесе, то пришлось бы тоже так. В пиджачке салопечки. Нарезать бы не выходить. Конечно, я, в честь, выбрал номинацию еще. И по фитнесу у них было два. Двое ростовых. Высокие и маленькие. А у нас еще это почему-то не было. Он это в любители девочки. Оксана выиграла. Очень радуется. Еще бы он не радовал. А это вот любители парня. Мои номинации выиграли. Стройка. А это прошли профессионалы. Профессиональный фитнес. Сначала. Ну, то есть это кто выиграл в прошлом. Турнир. Ну, либо они про карту. До этого непонятно. Как бывает. Сразу дум дадут. Первым-втором местом. Многого считают четкими. Фитнесовые парни такие худоваски. Но все, блин, засушенные. В одежде выглядят не особо большими. А на сцене, конечно, смотришь на них. Думаешь, огромные вообще. Так, вообще, весит килограмм, наверное, по 80. 85. Ну, в зависимости от роста. Ну, и потом у них еще будет в дефиле в костюмчиках. А это пошли масло. Масло, мускул. Профессионал. То есть их 6 или 8 человек. Вот этот парень выиграл. Ну, конечно, мне не особо его форма нравится. Ну, в плане, то есть не ноги, а чуть побольше хотя бы. Вот этот парень хорошо. Вторым стал и вот Александр Третьим. Он до этого фитнеса отступался, не ошибаюсь. Ну, зато у первого места вообще такой пресс просто огненный. Я с этого жилую. И огромный он, если честно. Я же там стоял с ним, со всеми. Парни вообще здоровых жилых. Так что, ну, конечно, номинация вот эта мне нравится больше. Надо к следующему турниру просто очень хорошо подготовиться и ехать за первыми местами. А потом пошли в Диккини Про в своих костюмчиках. Вот девочка выиграла в Лондоне. Шоу, конечно, это очень круто смотреть. Это шоу. Народ там орет, не орет. Вот эти все их выходы в костюмах. Ну, то есть, точно красивые. И спортсмены, и парни смотрятся, и девочки эти. Сухенькие девочки. На самом деле, очень сухие игры. Какие-то особенно. И потом смотреть их всех вечерних платьев, с крыльями. Очень круто. Они выходят. Какие-то программы у них отработаны. Смотрится очень успешно. Сверху. Я там сидел сверху в клубе и поглядал. Вот такая вот красивая хрень. Ну, реально шоу. Это какие-то конкурсы красоты. А-ля. Чуть-чуть меньше. Фитнес. Но зато народу это, мне кажется, нравится больше. А это у ребят, у которых я это все украл. А в следующих видео вы увидите... Виктория Сам и Артурчик. Привет. Здорово всем. Опять он. И синим обоем. А мы там все время где движуха. Сверху я забираю. Говорят, что самый лучший бургер для курения марифуазы. Это приспособление. Ребят, смотрите, я нашел Никаса Сафронова. Вот он. Стоит, покупает что-то. Так что, ребятки, подписывайтесь на канал. И ждите новых серий из Лондона. Еще одно-две-то сделаю. По-любому. Стараюсь пораньше сделать. А то вы ждете. Вам не дождаться все. Интересно же. А у меня времени не было. Извините, извините. Все, всем пока. Bye-bye. Я ничего вам помограли.